здравствуйте мои дорогие долго собиралась сделать это видео наконец-то собралась сюжет будет не один и первое что я покажу съемки нескольких занятий по изготовлению тряпичных кукол на которые я ходила очень повезло с преподавателем человек творческий талантливый увлеченный смотрим вот таких мы делали пукол на одном занятии вот тут да и сфотографировать свою или уже это моя это моя длинная коса чтобы стояла вот так сегодня будем делать очередной вырезанные вырезки из джунсовой ткани делали ой красота посмотри броши вот такие очень нарядно смотрится сюда принесла все возможные сами собирала по соседям дома все выбросила здесь у меня ножницы синтепон и обязательно нужна вода чтобы смачивать ткань когда работаешь с тканью с мокрой работать легче ну вот к уроку я готова ну и в конце я вам покажу нашил конечно за это время много для вас мышек ой вот да готовимся к новому году поэтому будет на что посмотреть и мы с вами плавно сейчас переходим к занятию и не куле они очень милые они очень приятно московка почему она называется ее еще можно назвать кормилицы естественно грудь большая но а москва то в старину всех кормила головы вот самое основное головы вот это кукла столбушка что здесь она сделано целиком полностью с одного столбика и голова и туловище она является единым у нее вот и поэтому для головки она значит вот здесь вот прибавляется для крупности прибавляется вата посмотрите ровненько только усилий вот так вот так вот так вот так вот так нам еще нужна будет нижняя юбка верочки нижняя юбка нижнюю юбку мы делаем из чего естественно из белой тканюшки с мелким рисунком вот видите я про подгиб говорю вот эти вот строчка красненькая видите она украшает а сюда покажите мышки для подарков мешочек ну а теперь вот пожалуйста рассматривайте смотрите трогайте фотографируйте ой мне вот эта мышка нравится а тяжелая какая перловка то там килограмм нет да шучу я на любле скалынке наверняка есть тоже классная и я не знаю что это это вы брюки это платье носочки бантовкой а билет это валяния а спинкой поверните пожалуйста использовали с ума с ним у меня как-то обалдеть и и а красота вот видите все таки красиво когда синтетикой подождите а куда вы колокольчик там засунули а в ручках а какая колокольчик это вот выходные дни там сила и не могла просто оторваться а пока играешь в куклу ты сейчас счастлив вот голова дико болит после этого бассейна все равно я пришла думаю не пойду не пойду я пришла сюда на игольнице ой а вот это какой колокольчик дали прям яучный с косой какая коса а это счастье моно нить а это моно нить у вас правильно если вам надо мне море у меня пять километров я купила большой в один ты ее за ружейки не используете у меня какая прелесть у меня потолще леска потолще конечно и я побоялась продеть я тоже делаю елочные игрушки они хорошие да нежная елочка у нее вот этот край подгибается вот здесь подгибается пристречивается почему почему вот здесь ой какая ой какая хорошая вырезала наклеила а уши я не знала как надо их надо собрать было ну что прилепила думаю может мне той стороной надо ну вот хорошо как и ушки маленькие все ой какая чудо прошли да это когда сшился уже мешок на него одевается вот эта вот труба такая только я захватывается я вот здесь вот здесь сделала укороченные их немножко чтобы ножки были видны ой ножки хорошо вы сделали какая же а где голубок то вроде голубок ну вот он крупный мальчик скажите нормально руки здесь и платья отдельно все конечно руки как у ангела видите а сделайте ее вот так давайте я посажу а вы ее поставьте стоя она не стоит у нее потому что изгиб здесь плачь ты какая прелесть да ну че да вообще вообще что-то отказывается на фотосессии участвовать фотосессии 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 все раздевает все красиво верни спинкой а тут вот подъемник интересный у вас ну прям калька ну это хорошо а мне хочется сфоткать как ножки сделаны так где моя александра а это что такое уши это заготовки для других мишей это от зайца уши для зайца а вот еще дома тоже дело это в народные не входят это для вас да 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 это для меня смотрите какие хорошие очень ой как же вы делаете это долго делается долго с чем возиться возиться очень много и долго с лицом с лицом это не глина это делается смесь клей пва крахмал еще что то там уксус по моему это вот лицо да вот а лепите лицо да можно лепите лицо вот это вот учатся где-то мастер-класса куда надо куда-то куда-то с чем у него подарок что ли это страстное усасло и потом сделают по-другому я еще вот не пришила еще тут туфельки есть ой красота дайте потрогайте а это какая премьерность слушайте ой татьяна Алексеевна он модник это нефтеромагнат все таки это волоска то она у вас это любимая ой а девчонка они стоят вообще нет а как вы ноги сделали как вы ноги то сделали а вот я купила у Александры купила книжки дайте письмо здравствуйте и там пробула что книжки и кальчика черные ничего слушайте ничего не думаешь это а синий ааа здорово ой сколько ты надела ну каждому надо подарить ааа для подарка это Армия не могу Когда их вот так поставишь, это прям мышиный король, как это старое плавание. Сколько мы с вами сегодня делаем? Такого ангелочка. Но, что я хочу сказать, вот сейчас она нахрахмаленная, она очень плотная, твердая такая. Но, так как этот материал очень крепкий, то вы с вами представляете, как с ним работать. Работать нужно с ним аккуратно. Нет, она не сложная, она не сложная, но кропотливая, вот относительно. Давайте попробуем. Давайте. Это вот такой материал? Нет. Можно и такой, но не такой, но можно. Или такого, и такого. Ну давайте, я не знаю, с чего начнем. Давайте, знаете что, давайте начнем. Давайте вот эту. Вот эту. С этой? Да. Нет. Мы делаем ребенка. Малыша делаем, а Ангела в следующий раз будем решили. Это выкройки, да? Спасибо. Теперь покажу, что сделала я. Первая была эта малышка с косой. Куколка на счастье. Она даже в красных ботиночках. Косу я делала изо льна, который используется в сантехнике. Вот он. Я как следует расчесала, выровняла все и сплела такую косичку. Дальше мы делали куклу. Дальше мы делали куклу-столбушку. Основание у нее туго-туго свернутая ткань. Она даже стучит. Настолько она туго свернута. Этой куколке осталось повязать передник и надеть на голову косынку. Все, кукла готова. Но я не тороплюсь это делать, поскольку хочу все-таки, может быть, сделать ей корону. Эдакую русскую красавицу. И, конечно же, я ей нарисую щечки. Розовые щечки. А еще мы делали мышек-зерновушек. В этот мешочек я положила синтепон. Но, по правилам, должна быть насыпана какая-то крупа. Одну я уже нарядила в платьице. Сделала нижнюю юбочку. Осталось приклеить глазки и носик. Может быть, сделать усы. Можно тоже надеть фартук и косынку. А это будет малыш. На него наденем пальтишко с капюшоном. Вышьем лицо и волосики. Но все это будет на занятии уже теперь после новогодних каникул. И за время новогодних каникул нужно будет доделать всех этих кукол. Так, убираю домашнее задание. Дальше покажу куклу, которую мне подарила моя подписчица Леночка Печаева. Когда мы с Олей были на формуле рукоделия в Сокольниках. Лена шьет такую красоту. Глаз не оторвать. У нее куклы Тильды. Конечно же, это не мои куклы. Это профессионально сшитые куколки. Вот такая красотка. На ней даже надеты кружевные панталончики. Можно повесить за петельку. Леночка, спасибо огромное. Куколка просто чудо. И она займет свое место в моем огромном кукольном шкафу. Так, наверное, поставлю пока на эту полку. Ну что ж, иди знакомься. Так, и там еще какой-то подарок. Наверняка это Лена тоже делала сама. Ах, пахнет хорошо. Наверное, мыло. Лена, огромное спасибо. Ты мне, честное слово, доставила большую радость. Там же, на формуле рукоделия, Оля Шутова подарила мне два личика для ватных куколок. Причем она также их делала с ангелочков из Фикс Прайс, как делала и я. Именно они послужили моделью. Но они у нас получились такие разные. Это делала я. А эти личики сделала Оля. Оль, я их раскрасила немного по-своему. С одним личиком я сделала девочку в дубленке. И назвала этого ватного человечка Первый снег. Она подняла ручки и ловит снежинки. А со вторым личиком я сделала мальчика-зайчика. Не забыла и про морковку. И про хвостик. Не знаю, буду ли его раскрашивать. Может быть, белым останется. Может быть, сделаю серым. Дальше. Недавно была в магазине, который тоже называется «Формула рукоделия». Сегодня это ключевое слово в моем видео. Купила там красивые кружева, которые пригодятся мне для моих тряпичных кукол. В этом магазине я познакомилась с очень приятной девушкой-продавцом. Мы с ней разговаривали. Она даже какое-то время принимала участие на выставке «Формула рукоделия» в Сокольниках. И она мне подарила два пригласительных билета на «Формула рукоделия», которые будут проходить в феврале с 13 по 16 число. И еще она сделала мне один подарок. Печенье с предсказанием, которое я открою завтра, 31 декабря. Идем дальше. В прошлом году я показывала кукол Веры Вуколовой. Она шьет славные игрушки из ткани. В этом году Вера мне тоже прислала несколько картинок и свою новогоднюю елку. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Идём дальше. В прошлом году в магазине Ikea я увидела деревянные звёзды. Мне они очень и очень понравились, но цена была высока. В этом году я видела подобные в Leroy Merlin и даже их показывала в своём обзоре новогодней продукции этого магазина. Я долго приставала к мужу, чтобы он мне сделал такие же звёзды, но по крайней мере похожие. И о чудо! Сегодня он мне принёс две звезды. Раз и два. Одна побольше, другая поменьше. Сделаны они из фанеры. Честно, даже не знаю, буду ли я их раскрашивать. Может быть, просто обработаю морелкой. Перед Новым Годом сбываются все мечты. И, наконец, последнее, что я хочу показать. Это тоже поделка моего мужа. Так, сейчас уберу звёзды. Кукольный домик. Он тоже сделан из дерева и из арголита. На крышу я нанесла шпатлёвку и покрасила её акриловыми красками. Каждую комнатку обклеила бумагой для скрабукинга, а чердак декупажной картой под кирпич. На чердак можно поставить старые игрушки и даже поселить котов. Внизу поставить ёлку и Деда Мороза. Посадить собаку или другие мелкие игрушки. Фантазировать можно сколько угодно. Можно даже повесить клетку и ещё много-много чего. Вот, пожалуй, и всё, что я хотела показать в этом видео. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи, надеюсь, ещё в этом году. Так, на место всё возвращаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...